Время новостей на Хабар 24. В студии работает Гульнара Жендагулова. Здравствуйте. Власти ряда европейских государств сегодняшнего дня снимают все коронавирусные ограничения для иностранных туристов. Такое решение в частности принято в связи с относительно стабильной эпидситуации. К таким странам, например, относится Греция. Суточный прирост новых случаев в стране в среднем не превышает 7 тысяч. Однако отмена ограничений все же временная. Решение будет действовать только до 1 сентября. Так называемые зеленые сертификаты для всех въезжающих отменила и Болгария. Ранее их выдавали только привитым, переболевшим или имевшим отрицательный ПЦР-тест. О послаблениях объявили и в Литве. В Казахстане за сутки выявили 10 заболевших. Эпидситуация стабильная, чего не скажешь о других странах. Власти Азербайджана продлили карантинные ограничения до 1 июля. Впрочем, некоторые послабления все же есть. С сегодняшнего дня по всей стране можно не носить маски в закрытых помещениях. Из Баку материал Камилы Джабаровой. Масочный режим в Азербайджане отступает. Жители Баку с радостью восприняли новость о снятии запрета ношением масок в закрытых помещениях. Тем более ближе лету, когда жаркая погода дает о себе знать. Однако забывать полностью о такой мере предосторожности пока рано. На территории аэропортов и образовательных учреждений ношение масок не является обязательным, но рекомендуется. Кривая заражения коронавирусом в Азербайджане поползла вниз с марта. Свои плоды дали карантинные меры. На этом фоне в оперативном штабе приняли решение смягчить ряд действующих ограничений. Отмену обязательного ношения масок в закрытых помещениях люди ждали давно. Однако некоторые по сей день с осторожностью относятся к вирусу и продолжают носить маски даже на воздухе, хотя запрет на это был снят давно. Несмотря на то, что мы сняли маски, но все равно должны беречь себя. Особенно быть осторожными в маркетах и местах массового скопления людей. Думаю, в таких местах все же стоит носить маску, ведь никто не дает гарантий, заражен ли рядом стоящий человек или здоров. Безусловно, мы привыкли и к маскам. Наконец-то мы избавились от масок, но все же никто не знает, что нас ждет впереди. Живем надеждами на лучше. Мы чаще руки, и обтирать их спиртом нужно всегда. Мы должны беречь себя ради будущего поколения. Несмотря на ряд послаблений, остается в силе проверка паспорта о вакцинации в крупных торговых центрах для лиц старше 18 лет. Кроме того, остаются закрытыми сухопутные границы Азербайджана. Однако постепенно снимаются ограничения на авиасообщения с отдельными странами. Уже нет необходимости предъявлять ПЦР-документ об отрицательном тесте на ковид при въезде в страну. Жизнь постепенно возвращается в привычное русло и остается только надеяться, что коронавирус отступит окончательно. Камила Джабарова, Айюн Гасан, Хабар-24, Азербайджан, Баку. 230 тысяч гектаров земли в Костанайской области вернули в собственность государства после результатов мониторинга. Оказалось, что вся изъятая площадь не использовалась по назначению. Арендаторы брали землю для пастбища и растеневодства, но так и не начали ее обрабатывать. Больше всего пустующей пашни выявлено в четырех районах – на Урузумском, Миндокаринском и Аулекольском. В лидерах – Амангельдинске. Там не нашли применения для 86 тысяч гектаров земли. Мы проводим мониторинг и определяем земли, которые не используются по назначению. Арендаторы за невыполнение обязательств получают штраф. На исправление ситуации вместо двух лет, как раньше, теперь даем год. Если за это время ничего не изменится, то тогда земля будет изыматься в собственность государства. Касымжимар Тукаев поздравил казахстанцев с Днем Единства. Это теплый майский праздник является ярким символом сплоченности нашей нации, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Аккорды. Как отметил президент, многообразие культур стало неотъемлемой частью нашей идентичности. Именно на созидательную энергию всех граждан опирается идея нового Казахстана. Каждому предстоит нести вклад в обновление страны, отметил глава государства. Представители более ста этносов проживают в Акмолинской области. Все они чтут традиции друг друга и вносят вклад в укрепление межнационального согласия. Аслан Абуталипов расскажет подробнее. День Единства народа Казахстана. Один из самых любимых праздников Акмолинцев. Все вместе они его отмечали еще три года назад. И вот после трехлетнего перерыва они с самого раннего утра собрались на центральной площади города Кухшетау. В этот день горожане пришли на главную площадь областного центра, чтобы поздравить друг друга с праздником и пожелать добра, мира и процветания. Имея единство, живя в мире и согласии, мы будем неуязвимы. Тогда нас, вот этот мир, приведет к процветанию, независимость сохраним. Благодаря этому, нашего Казахстана. Поэтому я хочу пожелать всем благополучия, процветания нашему государству. Пусть мы всегда будем едины. Сохранить и приумножить дружбу, жить в согласии и взаимопонимании. По словам представителей общественности региона, весь смысл праздника передать все эти ценности будущим поколениям. Нам единственное надо сохранять. Это хорошо, что у нас очень много разных национальностей живут, много инфессий живут. Но надо сохранять, как зеницу ока. Я призываю всех ветеранов, ахсакалов, те, которым всегда мы жили дружно, обязательно воспитывать молодежь, патриотизму, единство народа. Творческие коллективы областной ассамблеи народа Казахстана порадовали горожан своими концертными номерами, подарив атмосферу праздника и яркие эмоции. Вниманию кокшеталцев также была представлена выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства «Городок мастеров». Я люблю работать в национальной тематике. Я участвую в международных, республиканских выставочках всяких. Люблю и национальные рисовать, люблю народу мира всех рисовать. В области работают 16 этнокультурных объединений. В каждом из них есть творческие кружки по разным направлениям. Все они составляют ядро нашей областной ассамблеи народа Казахстана. Они работают в разных направлениях – культура, спорт, искусство. К примеру, есть областной союз мастеров при ассамблеи, который организовал сегодняшнюю выставку. А татарский творческий коллектив «Галия Бану» и ансамбль «Русская песня» участвует в концерте. Сегодня в Акмолинской области проживают порядка 100 этносов, в том числе немцы, татары, чеченцы, ингуши, поляки, азербайджанцы, греки и армяне. По их словам, праздник единства народа Казахстана – это жизнь большой и дружной семьи под единым шанраком мира и согласия. Аслана Буталипов, Евгений Шенкаренко, Виктор Поляный, Кокшетау, Хабар, 24. В Казаларде проживают представители 70 этносов. Сегодня жители собрались на центральной площади, где проходят праздничные торжества. Начались они с театрализованного представления «Жаса Жана Казахстан», в рамках которого с концертной программой выступили творческие коллективы этнокультурных объединений и артисты местной филармонии. Эстафету подхватил молодежный флешмоб. Участники выпустили в небо воздушные шары и символ мира белых голубей. На площади также организовали конкурсы, спортивные состязания и выставку мастеров прикладного искусства. У всех настроение отличное. Все долго ждали этого праздника. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, отличного настроения, достатка, улыбок, радости. Это очень замечательный праздник. Он объединяет всех наших народов. Вы сами видите, сколько людей собрались, сколько национальностей. Все мы дружные. Мы все едины, дружны. Всем мира, добра желаю. Шалом лекулам. Вегак самеях. Купен так. Всех из лординцев с праздником. Всем санитарности, мира. Всем здоровья. Всего самого хорошего. Житель города Сараня, Карагандинской области, в совершенстве владеет дамброй и исполняет песни на казахском. Виталий Фалик не только увлекается народным искусством, но и развивает национальные ремесла. С разносторонним учителем труда встретилась Марина Золотарева. Виталий вырос в многонациональной семье. Отец русский, мама кореянка. Впервые взял в руки дамбру в 15 лет. С тех пор с инструментом не расстается. Виталий в совершенстве владеет и казахским языком. Я, можно сказать, общаюсь с дамброй. Мне кажется, инструмент тонко чувствует мое настроение. Играть на дамбре меня научил близкий родственник. Я родился и вырос в казахском селе. Поэтому языком владею с детства. Виталий Фалик работает учителем труда в казахской школе. На его занятиях дети вырезают из дерева народные инструменты и предметы быта. Украшают их орнаментом. Виталий учит детей правильно выбирать и обрабатывать сырье. В школьной мастерской можно увидеть мини-макеты достопримечательностей сарани, сделанные руками юных умельцев. Если учитель поет, нам сразу понятно, что он чем-то расстроен. Такая у него особенность. В шестом классе мастер научил меня играть на дамбре и исполнять знаменитые кьюи. Я горжусь своим преподавателем. Уважаю его. В семье Виталия Фалика придерживаются национальных традиций и обычаев. Детей своих он также приобщает к народному искусству. Марина Золотарева, Саила Угликов, Каргандинская область, Хабар, 24. В Павлодарской области создают единую базу данных талантливой молодежи. В рамках проекта ТАРТУ инициаторы планируют выявить 3000 творчески одаренных школьников. Таким образом, в регионе пытаются оказать поддержку детям, у которых нет возможности обучаться искусству профессионально. Эта музыкальная группа в Павлодаре появилась недавно, но популярность уже обрела. Правда, в социальных сетях. Их ролики набирают большие просмотры. Молодежь креативит на просторах интернета. Вот только о большой сцене мечтают. Открыли страничку в Инстаграме. Уже больше 3000 подписчиков есть. Выкладываем все ролики. Аудитория большая. Да и возможностей творчески реализоваться в социальных сетях больше. Репертуар группы основан на традиционной музыке и кьюях. Почти все солисты – студенты музыкальных заведений. Каждый талантлив по-своему, а потому и заметили их профессиональные артисты. Пригласили в Центр креативного творчества. Дали помещение, обеспечили музыкальным оборудованием. Предложили сотрудничать с творческими коллективами города. Мы очень обрадовались этим ребятам. Выдали музыкальные инструменты. Для многих ведь они недоступны. А здесь по возможности пытаемся привлечь их к себе. Создаем все условия, чтобы молодежь развивала свои таланты. Центры креативного творчества и создавались с этой целью. На улице много нераскрытых талантов. Развивать их планируют по всем направлениям. Эстрада, хип-хоп, современная и национальная музыка, поэзия, айтыс, даже рукодельному мастерству здесь обучают. Уже готовы несколько студий и кружков. За короткий срок собралась и внушительная база данных талантливой молодежи. Мы их видим в инстаграме, в субсетях, в тиктоке, например. И мы за счет этой базы, привлечения к этой базе, будем содействовать развитию их творческого потенциала. Будем оказывать содействие, выходы на большую сцену, участие их в конкурсах, фестивалях. Скоро на набережной Иртыша после пандемии возобновить работу летняя сцена «Иртыш-променад». Каждые выходные поводарские артисты будут радовать горожан выступлениями. Этим летом в регионе планируют провести фестиваль и на родине Иманбека, в городе Ахсу. Это будет грандиозное зрелище, обещают организаторы. Ербулабишев, Самат Аспанов, Женис Свербулат из Павлодара, Хабар, 24. Праздничным концертом отметили в Берлине 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Германией. Наши музыканты выступили на одной из престижнейших сцен Европы – Берлинской филармонии. Концерт был организован посольством Казахстана совместно с немецко-казахским обществом и оркестром World Field. Для публики звучали произведения Ахмета Жубанова, Латифа Хамеди и Евгения Брусиловского. Зрители также оценили неповторимую игру на национальных инструментах музыкантов этнофольклорного ансамбля «Хасак». Кульминацией вечера стало выступление народной артистки Айман Мусахаджаевой. Немецкая публика была очарована концертом, наших музыкантов провожали стоя. Публика потрясающе встречала, были такие овации, что когда встречали и национальный номерал, и национальных костюмов. Я очень рада сегодня выступать на этой сцене, потому что, во-первых, потрясающая публика, потрясающая акустика. И мне сегодня посчастливилось играть два концерта пиацолы «Времена года». И вся эта атмосфера сегодняшнего концерта, презентации этого интернационального оркестра, конечно, она обещает многое, потому что хочется продолжать наше сотрудничество, выступать не только на этой сцене, но и в целом по миру. Впервые я услышал казахскую музыку в 2009 году, когда был объявлен Год Казахстана в Германии. И тогда я впервые увидел ваши народные инструменты. Мне настолько понравилась музыка, и я подумал, что мне обязательно нужны ноты ваших произведений. Я попросил музыкантов, чтобы они мне прислали их. После я начал писать аранжировки в казахском стиле и организовывать концерты в Штутгарте, теперь же и в Берлине. И на этом все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до свидания.